О ситуации на фронте будем говорить далее. Алексей Гетьман, военный эксперт, майор запасов ВСУ, с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Давайте начнем с фронта. Харьковская область. Какая там сейчас ситуация? Институт изучения войны утверждает, что украинские защитники уже контратакуют. Ну, мы ожидали, что после того, как Россия сделала там два плацдарма. По фронту 13-15 километров в глубину 5-7. Ну, это не тот план, который они хотели бы реализовать. Они хотели бы подойти практически вплотную к Харькову, чтобы иметь возможность с ствольной артиллерии обстреливать этот город, превратив его таким образом в серую зону. Этот план у них не получился. Они подтягивают туда резервы. Они планируют провести вторую волну наступательных действий. Ну, наступление пока с точностью наоборот. Потому что мы тоже туда подтянули наши резервы. В принципе, там находятся хорошо подготовленные войска. Можно говорить о контрнаступательных действиях, но надо понимать, что это не контрнаступление в том смысле, в котором мы часто себе это представляем. Это тактические контрудары. Это мобильная оборона, которая предполагает отбивать те позиции, тактические позиции на небольших участках, которые врагу удалось занять во время его наступления. А вот что касается Сумской области, вот после прощупывания и попыток зайти в поселок Рыжевка, наблюдается ли сейчас движение противника? Какое число может ДРГ пытаются прорваться или совершать провокации? Ну, ДРГ там постоянно вторгаются провокации. Ну, какие провокации? Это и есть провокации. Они запускают на нашу территорию диверсионно-развитительную группу, они обстреливают с разных систем артиллерийских позиций прифронтовые. Вот этот заход и вывешивание российского флага в поселке, ну, это скорее была все-таки политическая такая акция, чем военная. Этот флаг очень быстро сняли, не обнаружилось там никаких российских войск, ну, а на своих пропагандистских каналах они рассказывали про то, что они там освободили, освободили, как они говорят, очередной населенный пункт. Но эта информация, как обычно, почти вся информация из российских федераций, она не соответствует дистанции. Вот говорят они о том, что Работина взяли, и Роспропаганда об этом говорит, и Часов Яр, что они там активно к нему продвигаются. Это действительно горячее направление, но какая там ситуация на самом деле? Ну, наиболее плотные бои идут как раз на Восточном фронте. Внимание наше переключилось на Сумщину и на Харьковщину, потому что, ну, это новые участки фронта, новые линии, и, ну, боевые действия там, по сравнению с, например, Часовым Яром, они, ну, значительно, ну, они не такие интенсивные. Враг, да, он хочет через Часов Яром, он хочет, ну, по большому счету, мы понимаем его планы, они хотят ухудшить нам нашу логистику, хотят выйти на Константиновку. Это железнодорожный узел. Мы им пользуемся, как и любая армия, для того, чтобы обеспечить всем необходимый логистический маршрут. Там десятки боевых столкновений каждый день. Там гораздо больше сил россияне задействуют живой силой техники, чем на Харьковском и Сумском направлении. Поэтому там, ну, держим оборону пока это возможно. Работина, то, что вы упомянули, ну, они пытаются выровнять линии фронта россияне после нашего продвижения в сторону Токмака. Там уже от Работиного, по информации людей, которые ведут БВД, практически ничего не осталось, злойный пейзаж. Удастся им выровнять линии или не удастся, но это тоже зависит от многих факторов. От мобилизации в нашей стране, от оружия, которое нам поставляют наши партнеры, от количества сил и средств, которые россияне нам будут задействовать, от РЭБов, от всего. Но это, знаете, говорится, на войне как на войне. Поэтому загадывать наперед, получится или не получится, но мы надеемся, что не получится. Мы сделали все необходимые действия, наш генеральный штаб, для того, чтобы удержать эту позицию. Но если будет не получаться, если они практически его уничтожат, этот населенный пункт, то на руинах держать оборону нецелесообразно. Тогда придется отходить на уже заранее подготовленные фортификации, которые есть немного западнее от Часового Яра. Это обычная нормальная тактика. Просто так за название держаться не стоит. Хотя неприятно терять какие-то населенные пункты, временно терять. Но и в руинах вести оборонительные действия практически крайне сложно. А касательно Часового Яра, там тактика такая же, как была и при боях за Авдеевку? В Авдеевку, Бахмут, там ничего такого не меняется. Они массированы артерийские обстрелы, там небольшими группами, но там большими не поатакуешь. Мы говорим, что это новая тактика. Это не новая тактика, это известная. Одна из тактик, которую учат в военных училищах, которая прописана в боевых уставах, просто армия иногда, ну, любая армия, она в зависимости от ситуации, она использует какую-то из тактик, которые они обучены. И если враг начинает использовать другую тактику, не такую, как вчера, например, то не значит, что это что-то такое новое. Это просто там, ну, например, есть 10 вариантов. Ну, условно говоря, использовался третий вариант, сейчас используется седьмой вариант. Никто там ничего не выдумывает. Армия воюет по протоколу. Выдумывать во время боевых действий, не отклоняясь от боевых уставов, от правил, которые прописаны, от того, чему учились, в чем стали профессионалами, где проходили боевое злагоджение, не знаю, как по-русски, то что-то какие-то фантазии там недопустимы. Надо действовать четко по прописанным правилам. Грамотно использовать, максимально эффективно, применять наиболее нужную тактику именно в этот момент, именно в этом месте. Тут сюда входит и дезинформация врага, и активная разведка, и так далее. То есть это все прописано. Еще раз, не надо, пожалуйста, думать, что кто-то там сидит, и давайте что-нибудь такое придумаем. Это можно какая-то там игра на столе, но там можно сидеть и что-то придумать. Здесь надо действовать четко, как и прописано по боевым уставам. Если действовать четко, если каждое подразделение будет выполнять ту функцию четко, которая прописана, которая планируется в штабах, то это будет успех, даже с меньшим количеством живой силы и техники, чем другая. Это тоже такая, есть тактика ведения боя, маневрена оборона, когда враг превосходит, превосходит, значительно превосходит, тогда линия фронта не держится, тогда разбивают. Ну, маневренная оборона, то есть маневрируя, наносятся врагу удары без позиционной обороны. Мы все, вот ту оборону, которую мы хотим, и многие понимают, что надо стоять на каких-то рубежах и держать позицию, это одна из тактик оборонительных. Она называется позиционной. Есть еще мобильная оборона, маневренная оборона и так далее. То есть есть много вариантов. И командир должен использовать именно тот вариант, который принесет максимальную пользу и сохранит максимальное количество людей и техники. Поэтому враг, да, враг пытается небольшими группами. Они каждый раз, когда группа не добилась какого-то результата, на ее смену приходит новая группа, и это уже свежая сила. У них хватает пока ресурсов, резерва для того, чтобы каждая атака делалась свежей группой. И эта группа, это тоже прописанная тактика. Они пытаются продвинуться не на сотни метров, хотя бы на десятки, продвинулись, планируют, начинают там пытаться закрепиться. Если мы их не выбили сразу, значит, потом с той позиции они подтягивают еще силы и такими небольшими шажками пытаются продвинуться дальше. Активная оборона это как раз выбивание врага вот с тех позиций, которые он временно занял. Это даже не отражается на карте Дипстет, например, потому что это, по большому счету, можно назвать даже флуктуациями линии фронта. Линия фронта, она же не стационарная. Она все время на десятки или даже сотни метров каждый час изменяется в зависимости от того, как идут боевые идеи. Поэтому, если говорить о контрнаступальных действиях, мы всегда так делали. Как только враг немного выдыхается, как только у нас есть силы, мы начинаем отбивать те позиции, на которые он продвинулся. Тут не надо это расценивать как контрнаступление, потому что опять начнутся какие-то такие очень позитивные ожидания, что вот сейчас мы дойдем до Курска или до Белгорода. Нет, это обычная тактика. Активная оборона называется. Хочу еще спросить о сегодняшнем заявлении главкома ВСО Александра Сырского. Он сказал, что на Покровском и Кураховском направлениях Россия сосредоточила наибольшее количество своих штурмовых подразделений из состава восьми ударных бригад. А насколько это много? Ну, бригады, это, мы же знаем, бригады, ну, опять же, есть там рота 100 человек, батальон там 700-700, бригада несколько, может быть, две, может быть, до 4 тысяч. Зависит от того, какая это бригада и какое у нее штатное расписание. Четко назвать количество людей в бригаде, ну, этот можно приблизительно, ну, несколько тысяч, скажем так. Насколько это сильная сила? Ну, достаточно серьезно. И тут мы только что про это по большому счету и поговорили, а командующий Сирский, ну, не он подтверждает, а просто мы как бы подтверждаем его слова, еще до того, каких услышали, про то, что действительно наиболее, наиболее серьезные бои идутся на восточном направлении. Хотя по пропагандистским, российским пабликам идет, акцентируется внимание именно на северном направлении, на южном направлении, там тоже идут боевые действия, но главное все-таки это Маренко, Авдеевка, Бахмут, вот эти направления, то есть там, где враг пытается выйти на, ну, как минимум на границе, административной границе Донецкой области. Мы это понимаем, мы держим оборону, там построены хорошие фрортификации, если нам придется куда-то отходить, то это мы не отступаем, мы отходим на заранее подготовленные позиции. Там, где мы сейчас держим оборону, можно вести боевые идеи, можно врага останавливать. Если там они будут разрушены полностью, и там уже просто в поле или среди руины, простите, что повторяюсь, нет смысла, когда за несколько километров сзади построены хорошие железобетонные фрортификации, там гораздо проще вести оборону, можно уничтожать больше врага с минимальными потерями для наших вооруженных сил. Поэтому будем смотреть, как оно будет развиваться, но мы это ожидали. говорил и президент, и говорил и президент, говорили и наше военно-политическое руководство о том, что как раз конец весны, начало лета, середина лета, это будет наиболее активное действие со стороны российской армии. И вот они сейчас, вот сейчас они и есть. Все говорили, что будет тяжело, надо будет выдержать. Вот это и есть сейчас, вот это и есть тяжело, вот это и есть то, что нам надо сейчас выдержать. Давайте поговорим об оккупированных территориях, в частности о Крыме. Там Керченский мост стал уязвимым из-за того, что ослабили ПВО в Крыму. Об этом Институт изучения войны пишет. Удары сил обороны Украины по объектам Белгородской области вынудили российскую армию перебросить туда систему противовоздушной обороны с оккупированного полуострова. И плюс тут еще стоит добавить, что оккупанты из войск ПВО получили приказ о том, чтобы нужно эвакуировать семьи. Это партизаны АТЭШ сообщают. Как вы полагаете, сколько еще осталось существовать некой незаконной переправе? Как вы полагаете, к этому все идет? Я полагаю, может быть субъективное мнение, но более стоит опираться на мнение нашего главного управления разведки. Они говорили, что до июля месяца это незаконное строение будет уничтожено. Все шаги для этого делаются. Уничтожается противовоздушная оборона врага. Заставляет наши действия его перемещать, комплексы противозанитно-ракетные комплексы с Крыма на российскую территорию, на Белгород, в другие места. Потому что там достаточно неплохо работают наши беспилотные метальные аппараты. То есть мы атакуем и атакуем достаточно успешно военные объекты на территории Российской Федерации. Поэтому, когда противовоздушная оборона ослабнет до такой степени, как нам это необходимо, мы же это видим. Мы же видим, когда включаются станции, идет же радиоэлектронная разведка. То есть это все, тут нельзя скрыть что-то особенное. Плюс наши партизаны, подпольщики, которые там работают. И когда наступит день четок, когда наиболее будет удачный момент, наиболее ослаблена оборона противовоздушная, другая оборона Крымского полуострова. И не будет еще у них, и будет какое-то окно возможности, пока они не укрепили, что-то не перекинули, не усилили. Вот этот момент, наиболее уязвимый момент для врага, это наиболее удачный момент для атаки наших вооруженных сил. Поэтому мы к этому готовимся, мы делаем все для этого. Посмотрите, сколько удачных атак на Крым, сколько уничтожена система противовоздушной обороны. Ну, посмотрим. Я думаю, что если... Ну, не если верить, давайте... Ну, знаете, вот я боюсь, что если мы до 1 июля не уничтожим этот мост, то начнутся какие-то претензии к Главному управлению разведки нашему, что вот вы говорили, а не сделали. Ну, я хочу напомнить, что есть еще такое словосочетание «туман войны». Таким образом, может быть, мы спланировали его в августе уничтожить этот мост, и там уже прописаны действия. Ну, чтобы напугать, понапрягать россиян, мы можем сказать, что вот осталось там 3 недели, даже меньше, и он будет уничтожен. Поэтому тут, это еще раз, может быть как умышленная дезинформация со стороны нашего Главного управления разведки. Поэтому очень как-то сильно критиковать, когда что-то не так, не в тот срок происходит, ну, не стоит. Потому что, еще раз, «туман войны» никто не отменил. Еще вот такой вопрос. США сняли запрет на использование западного оружия полком Азов. И российские пропагандисты негодуют. Очевидно, что в РФ весьма занервничали. А вот с чего бы? Они по-прежнему боятся одного слова «азовцы»? Только если можно коротко, у нас буквально минутка. Нет, они не боятся Азов. Это хорошее подразделение. У нас есть и не хуже подразделения. Им неприятно, и они боятся, им неприятно, что они хотели часть нашей армии представить во всем мире как нацисты, ультра-националисты и так далее. То есть вот это была эмоциональная составляющая. Сейчас выяснилось, что это было сделано, запрет на передачу оружия этому полку было все-таки с подачи россиян. Сработала их вот эта вот утка или там и псо. Теперь выяснилось, что это все было ерунда, и поэтому запрет этот был снят. Вот это россиян бесит. А то, что это прекрасное воинское подразделение Азов, но есть у нас и другие бригады, и они как бы не хуже. Поэтому тут надо как-то не похвалить Азов, но не обидеть других. Ну мы всем им весьма благодарны за то, что они защищают нашу родину, нашу Украину. Алексей, спасибо вам большое за то, что вы присоединились к нашему эфиру за этот разговор. Алексей Гетьман, военный эксперт, майор запаса ВСУ, был с нами на связи. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok